для кого-то телевидение это работа у меня похоже телевидение перетекает в разряд хобби хотя надо понимать что хобби у меня имеет весьма интересный уровень достатка то есть мой брат снимает сейчас на камеру под названием никигами таких камер всего две штуки в городе обе я купил естественно то есть это топовая штука поверьте мне почему я не снимаю в разрешении 16 на 9 это ваши понты потому что раньше и 3 на 4 снимал 720 на 576 причем еще и как снималась то есть вот называется человек себе решил поставить 16 на 9 и типа вот эти две полосочки это что красота что ли да бред все этот тупорыльный естественно а еще 4к есть вау я задаю вопрос как проще обрабатывать на телевидении конечно 3 на 4 быстро работайте щелк и все в порядке потому что для вас и для меня главное это главное это мои мысли а мои мысли текут причем почему я сказал что телевидение это стало хобби по одной простой причине я не могу на нем деньги таким образом ты заработать почему этого не стало потому что у нас люди говорят что у народа нету деньгов опаца сейчас вам станет вообще просто прикольно перед тем как и работа на телевидении да пока я работал в институте я ездил на такси ну машины была копеечка да я ездил было все неплохо красиво ровненько я решил здесь также на такси устроиться да но решил нам прокатиться в итоге я людям заработал их не 3000 рублей но эти дивные программы они не га так программу по-другому я говорю ребят я понимаете какая ситуация если меня швыряют они швыряют меня один раз больше они не позволяют себе этого делать не позволяют не надо шутить с работниками телевидение у которых не только есть телевидение у которых еще и действительные их не и только их не канал youtube которому уже 10 лет на 10 лет ровно 10 лет назад и его завел то есть понятно да что лучше не ковыряться со мной естественно так вот ребятки я даже поссать мне было некогда представляете у народа сколько было бабла я только ездил 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 то есть мы не будем говорить что магнитогорска нету денег есть деньги магнитогорска причем еще какие денежки да то есть там ценники то не дешевые то есть я тупо за какие-то там семь часов заработал три с половиной тысячи рублей это чё плохо что ли да нет конечно ну да ладно а теперь почему люди ко мне не приходят потому что у нас люди немножко потупливающе понимаете есть грамотный вариант как делать хороший бизнес в смысле ресторанов кафе и все остальное мы находимся рядышком со столовой по-домашнему ценники там сто процентов ребятки вы нас немножко достали ценничками по 400 процентов хватит да и сто процентов вот вам достаточно и ценники вау кошмар я захожу в столовую по кушать до 220 рублей но можно сделать и дешевле то есть я очень сильно люблю турцию она мне естественно нравится и я в свое время там даже квартиру купил вот но была ситуация немножко другая мне пришлось ее продать ну может быть не знаю может я еще куплю мне без разницы я буду думать уже об этих вещах вот там вы можете спокойненько легко и качественно вот так вот покушать дурумчу их очень много не кушайте шашлычок кушайте котлеточки те же самые дела 170 рублей отлично все много красиво как турки это делать то умеют у вас что сложно у наших товарищей которые этим бизнесом по занимается а не 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 как же мы свои 400 процентов получим я не знаю для меня вот это вы голову свою включайте господа бизнесмены то же самое то же самое допустим мы будем говорить про тех кто занимается продажей одежды ребятки вы чаще не доехали что ли я все покупаю через интернет я все покупаю через я и камеры покупают через интернет я покупаю ради микрофона через интернет зачем я не понимаю этот сервис перестраивайте включайте мозги делайте как это делает весь нормальный мир как это делать китай в том числе потому что я ездил в китае для того что пчелки не поставили я пришел говорю вот денежки на компьютерный год алексей у тебя интернет есть игру есть некая так и зачем просто бери там и все по цене то то же самое получается и китайцы так же думал господа мы все перед ворачивается и переделывается по проблемам только в вас потому что говнюки от оказывается вы а не те люди которые к вам ходят вы меня понимаете думайте своей головой хотя по сути событий если мы будем говорить о цене вопроса и качестве жизни то с 95 людьми с которыми общаюсь я бы не хотел даже иметь дело вы такие же говнюки трастами